Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. В сегодняшнем видео я вам пожалуюсь. Я не буду восхищаться Бурнелла Кучинелли, я буду вам жаловаться. Потому что я сходила в магазин еще две недели назад, я все не решалась как бы доделать это видео. И я думала, что его не будет, потому что мой поход в этот раз, это второй мой поход, был с таким вот негативным опытом, девчонки, с очень негативным опытом. Осталась я с неприятным осадком, мало того сказать, неприятный осадок, я оттуда вышла как отплеванная. Как какашками политое, извините меня за выражение. В общем, я, конечно, вам не рассказывала, что я оттуда собираюсь. Я хотела вам сделать сюрприз, в общем, мой поход в магазин Бурнелла Кучинелли. Так как я сейчас нахожусь в Праге, все мои обзоры вы посмотрите на канале. Я сходила в Зару, сходила в H&M, осталась довольна. Вот, и все-таки, как такую жирную, красивую точку на весенних обзорах я хотела поставить Бурнелла Кучинелли. Что у меня получилось? Значит, тот, кто смотрел мой первый обзор, я думаю, вы помните, что я боялась туда идти. Ну, я, в общем, сходила, там были хорошие девчонки, такие приятные, я с ними пообщалась, поговорила, сходила, походили, мы пообсуждали модели, я им рассказала, чем я занимаюсь. Ну, в общем, посмотрите, тут первый обзор, там у меня были приятные, хорошие ощущения. Вот, и все же я, идя туда, я надеялась, что те девчонки там так и работают, и этот поход у меня приблизительно будет такой же. Попросила я свою одногруппницу, вот вы, модели я обсужу, немного о моделях поговорю, там дальше в конце видео, потому что вот этот кусочек, который я засняла, 5 минут, я его еще скорректировала, ну, смонтировала и там осталось, поэтому я его буду дублировать, чтобы, ну, хватило на весь мой рассказ, поэтому по поводу модели я еще с вами поговорю. В конце. Сейчас я хочу поговорить, рассказать вам о нашем походе. Вот, для начала я попросила свою одногруппницу, говорю, вот вы ее, кстати, видите на видео, зовут ее Михаила. Вот, говорю, пошли со мной, а то я боюсь. Вот, перед этим мы обсудили эту тему еще с девчонками, потому что мы там на квартире живем всем. Вот, что это просто наш комплекс, да, потому что это в голове, да, если магазин дорогой, это не значит, что мы туда не можем зайти, что надо бороться со своими комплексами, вот. Вот, и мы себя психически так бы настроили, что да, мы имеем право, да, и мы, ну, заходить в дорогие магазины, и ничего в этом нет. И продавцы такие же люди, как мы, и зарплату они получают точно такую же, как мы, и ничуть не больше. И вот так вот, да. Ну, я же говорю, я надеялась, что там те девчонки, которые были в прошлый раз, и все пройдет точно так же. Я очень сильно ошибалась, вот, когда мы туда пришли, там совершенно другие продавцы, я не знаю, может, у них две смены, те были молоденькие девчоночки, вот, от 30 до 40 там, конечно, это уже не девчонки, но молоденькие женщины. Здесь же у нас были две пенсионерки, вот, пенсионного возраста дама, что свидетельствует о том, что зарплата там действительно очень маленькая, вот, потому что обычно пенсионеры работают там, где маленькая зарплата, да, им, как бы, в помощь пенсии, это не важно, количество зарплаты. Вот обычно на таких рабочих местах и есть либо студенты, либо пенсионеры, вот, это были две пенсионерки, при том, разукрашенные, я хотела заснять даже, но не рискнула, потому что думала, у меня было ощущение, что я получу по башке, вот, разукрашенные, размалеванные, при том, такие, знаете, ядреные, такие, тети Клавы, с бровями, с стрелками и с красными губами, что меня очень, я не знаю, мне кажется, там какой-то должен быть покерфейс, ну, наверное, там никто больше не хочет работать, не знаю, почему, но там были две страшные бобенки, вот, страшные, и эти две бобенки ходили за нами, мы договорились, что, кстати, я их не засняла, это еще одна моя одногруппница там в платьице, вот, то есть мы пошли втроем, их заснять не получилось, вот, и я девчонок просила перед тем, может получится сфотографировать, или этикетку сфотографировать, да, чтобы у меня был какой-то материал для видео, ничего у нас не удалось, только там попытались нажать, ну, на телефон, на фотографии, все, к тебе подлетели, тебя, что вы хотите, может вам, ну, они, конечно, с банальными вопросами, там, может вам что-то подсказать, у вас есть вопросы, ну, это было с таким лицом, что такое ощущение, я же говорю, что хочется сквозь землю провалиться, и уже нам не хотелось ничего щупать и трогать, за мной ходила вторая, одна там бегала между девчонками, если те пытались к вещи приблизиться, может, они боялись, что мы что-то украдем, ну, это ж нереально, там же камеры, там, это ж не простая зара, где так просто что-то украсть, да, это не тот, не тот магазин, я так понимаю, ну, да не тот это магазин, в котором, как бы, будешь воровать, вот. Ну, а вторая ходила за мной, я держала телефон, как бы, перед собой, там он потом повернется, и она все ходила над душой, вот за плечом за мной, она, ну, тоже с этими вопросами, вам подсказать, рассказать или что-то сказать, или помочь, говорю, нет, я просто, меня интересуют вязаные вещи, я хочу посмотреть, я конкретно ей сказала, нет, она все равно ходила за мной по пятам, и вот за моим плечом ходила, вот за эти пять минут, которые я там находилась, у меня сердце просто провалилось в пятку, в пятку, в обе пятки, оно разделилось напополам и провалилось в обе пятки, вот. Вот, ну, и мне хотелось оттуда убежать, мне уже ничего не хотелось, я была рада, что я хоть кусочек сняла, и все, и мы ушли, и никто ничего не мерял, не спрашивал, не фотографировал, вот. Вышли мы оттуда с ужасным, ужасным ощущением, при том, я думала, что это только у меня, нет, это было у всех. И мы такие переглянулись, и типа, что это было? В общем, откуда, да, если вот так вот посмотреть, откуда вы знаете, вот я имею в виду продавцов, могу ли я эту вещь купить, или не могу ли я эту вещь купить? Да, вот, у меня, допустим, подружка, она покупает дорогие кроссовки, но она обходит все магазины, везде померяет, везде все померяет, походит по магазину, и это нормально, она, если она покупает дорогую вещь, она, понятное дело, она должна как-то выбрать, да, а как ты выберешь, это ж не то, что ты там на рынке у китайцев покупаешь за 20 долларов, а и то у китайцев 5 долларов. Вот, вот такие вот дела, девчонки, такие вот ощущения, такое отношение продавцов. Если честно, было желание написать отзыв в руководство Брунелла Кучинелли и сказать, вы что, заменитель продавцов, ну вы же правда не знаете, а вдруг я куплю эту вещь? И, или даже если я не куплю, я имею право на нее посмотреть, ее потрогать, ее померить. Это мое право покупателя. Вот, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но вот мое такое ощущение, почему бы мне не примерить вот эту кофточку? Ну, если это бутик, магазин, то это же нормально, ну вот правда, не знаю. Может это, ну, тоже с другой стороны, ну ведь в прошлый раз-то были нормальные девчонки, она понимала, что я не куплю эту вещь, я ей это открыто сказала. Она походила со мной, она поговорила, мы обсудили, выгодно-невыгодно вязать, и нужно ли это делать. Вот я же говорю, посмотрите мой первый обзор, и у меня совершенно другие ощущения были от этого магазина. Здесь же я просто не успела насладиться и проникнуться энергией вот этих вот классных дорогих вещей. Я просто вышла в какашках, ну, в ментальных, я имею в виду, просто в моем мозгу в какашках. Ну, вот такие вот дела. Вот. Что касается выбора. Ну, как и в прошлый раз, особо там вещей не было, да. Ну, кое-что было. Понятное дело, что вещь дорогая, качественно сделана, качественный материал. Но я же говорю, я не успела как бы сосредоточиться на вещи. Вот все бегло так пробежалось. И ничего я как бы не прочувствовала, в отличие от первого раза. И на данный момент я сомневаюсь, сомневаюсь, что я туда пойду еще раз. Возможно, у меня это ощущение пройдет. Вот. Я все-таки туда схожу. Но пока сейчас нет. Вот. Что касается вещей, еще расскажу. Качественные вещи, качественные вещи, качественно сделаны. Все с блестками, абсолютно все с блестками. Эти вещи уже разобраны как бы в интернете, на всех вязальных каналах, сайтах и так далее и тому подобное. Вот. Вот эта жилеточка прикольная. Ну, самая обычная коса, понятное дело. А что в ней интересное, так это передняя деталь чуть завышена. Вот. Низ подлиннее, перед покороче. Длинная такая пройма. Вот. Там будет костюмчик, шортики, жилетка. Вот это все, по-моему, все шелк. Вот. Потому что такое, такое летящее ощущение. Да. Вот эта двоечка, маечка и кофточка ледненькая. Красивая. Ну, понятное дело, все дорого. Там от полторы до и так далее. Цена. Цена. Вот. Это, вот это вот, по-моему, интерсия или интерсия. Как оно называется, напишите в комментариях. Вот. Тут тоже, тоже свитерочек из такой же, как бы из такого же материала. Как-то двойка. Юбочка. Этот узор уже разбирали. Я его, кстати, мне и присылали схему на него. Но я, вы знаете, я его попробовала. Что-то я, вот, ну, вот этот вот узор, тут эта жилеточка. Вот. И как-то я его не смогла освоить. Вот. Что-то у меня не получилось. Чего-то я там не понимала. Вот. Что у нас интересного было дальше. Дальше вот эта вот мини-платьица. Очень интересная. Тот же узор. Вот. Который я не поняла. Вот. Оно внизу, под ним, такое типа шелка. Очень-очень приятная, тоненькая подкладочка. Очень классная, приятная. Все с блестками. Вот. И красиво. Такой, как бы, крой футболки оверсайз. То есть там ровно футболочный рукав совершенно обыкновенный. Вот. Но очень красиво смотрится за счет света и той блесток, и подкладки. Вот этот вот костюм, который я говорила, что жилетка, сверху плащик. Жилетка и шортики. Вот. Ну, он и в зимнем варианте есть, как бы, в обзоре. То есть он уже давно на сайте. Это двоечка, этот костюмчик. Вот. Ну, и там вот те кардиганы, которые, эти дырчатые, которые, я прошу прощения, девчонки, я обещала. Обзор, вот он, этот кардиган на этот узор. Ну, уже его кто-то там разобрал. А я, если честно, просто у меня не было времени. Я безумно устала. Вот я сейчас уже, вчера я сдала экзамен. Я невероятно устала. Вчера я приехала и откинула копыта, так сказать. Я еще раз прошу за такие, прошу прощения за такие выражения. Но у меня просто вот этих других эмоций у меня нет. Ну, это эмоции по поводу магазина. Но они уже распространяются на все. Вот. Хотела не снимать, вот, вернее, хотела не выпускать видео. Но все-таки, раз уж мы этого Брунелла Кучинели обсуждаем, вяжем, копируем и пытаемся подражать ему, то я считаю, что вот это, вот мой опыт похода туда в магазин, я должна вам рассказать. Вот. Это заслуживает вашего внимания, потому что мы не можем постоянно... Ну, тут, конечно, Брунелла Кучинели не при делах. Тут просто продавцов неправильно подобрали. Я так предполагаю, что они мало денег платят. И нормальные туда не хотят идти. Вот. Пришлось им взять пенсионеров неприятных. Неприятных. Ужас какой-то. Ужас. Вот. Вот такие вот у меня ощущения. Не знаю, девчонки. Простите меня, конечно, если вы ожидали такого фееричного обзора. Но не сложилось. Вот. Не знаю, пойду ли я еще раз, не пойду ли я еще раз туда. Но, в общем, пока вот так вот. Возможно, у меня эти все эмоции пройдут. Но вышли мы оттуда все с таким ощущением негативным. Знаете, вот это, вот именно, типа, что это было у всех? Я думала, это только у меня. Это было абсолютно у всех троих. Настрой я там была. Не знаю, сказала я или не сказала. Вот. Но мы оттуда просто убежали. Вот если можно так сказать. И ушли с таким вот неприятным, очень неприятным ощущением. Вот. Ну, все, девчонки. Пишите, может, кто ходил. Я с удовольствием почитаю. Кто, может, ходил туда, у кого другие ощущения. Вот. Ну, у меня вот такие вот. Вот. Пишите свои мнения. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.